В ночь на 13 июня 1918 года в Перми в гостинице Королевские номера произошло похищение Михаила Романова неизвестными лицами. Но все это на протяжении нескольких десятилетий тщательно скрывалось советскими властями. Что же произошло в ночь с 12 на 13 июня 1918 года? И почему эти факты были столь засекречены советским режимом? Но обо всем по порядку. Для начала ознакомимся с несколькими документами. Телеграмма Пермской ЧК от 13 июня 1918 года. На эту телеграмму последовал срочный ответ от председателя Уральского облсовета Белобородова. Немедленно телеграфно сообщите, когда был привезен в Перм Михаил, кому сдан, каковы были указания о режиме, от кого они исходили, какие меры принимал ГУПСОВДЭК по усилению режима, кем было отменено содержание его в тюрьме, что дало следствие, кто арестован, их фамилии и показания. Итак, Михаил Александрович и его личный секретарь Брайан Джонсон, в обиходе Николая Николаевич Джонсон, были похищены из гостиницы, где они проживали под надзором Пермской ЧК. Похищены. Кем? И с какой целью? Мы ответим на эти вопросы. Но прежде чем мы начнем разбираться в сложном переплетении событий той ночи, стоит напомнить некоторые страницы из биографии великого князя Михаила Александровича Романова. После октябрьских событий 1917 года, Михаил Романов получил разрешение от управляющего делами совнаркома Бонч Бруевича на свободное проживание в Гатчине, как рядового гражданина. Весной 1918 года, когда Петроград оказался под угрозой наступления немцев, положение изменилось. Это явно видно из протокола заседания совнаркома РСФСР от 9 марта 1918 года. Председательствует Ленин. Слушали. О высылке великого князя Михаила Романова в Пермскую губернию. Докладчик Урицкий. Постановили. Принять проект постановления. Высылку Михаила Романова поручить Урицкому. Подписал Ленин. Итак, высылка на Урал в Перм. Скоро на Урале соберется почти весь оставшийся в России дом Романовых. Царская семья в Екатеринбурге. Великие князья в Алапаевске. По прибытии в Пермь арестованные Михаил и Джонсон были подвергнуты одиночному заключению в Пермской тюремной больнице. Однако вскоре из совнаркома за подписью Бонч-Груевича пришла телеграмма. В силу постановления Михаил Романов и Джонсон имеют право жить на свободе под надзором местной советской власти. Запомним этот факт. Право жить в Перми на свободе Михаил получил из Москвы. Мы к этому еще вернемся. После освобождения Михаил и Джонсон получают от Пермской власти возможность жить в гостинице «Королевские номера». Поясним происхождение громкого названия гостиницы. Ранее здание принадлежало некоему господину Королеву. Пермики о Королеве забыли, а гостиницу для простоты стали называть «королевскими номерами», изменив всего лишь одну букву. Надзор за Михаилом был поручен местной ЧК, куда он должен был ежедневно являться. Тем временем разгоралась гражданская война. С ожесточенными боями белые подходили к Уралу. В этой сложной обстановке в ночь с 12 на 13 июня 1918 года и произошло похищение Михаила Романова неизвестными лицами. Исчезновение Михаила повлекло за собой появление газетных статей и слухов о его дальнейшей судьбе. Об этом еще будет речь. А пока, забегая вперед, напомним официальную версию советской власти, существовавшую более 70 лет. Официальная версия, с которой мы все знакомы, базировалась на революционном нетерпении пермских рабочих и самоуправстве местных властей. Незадолго до гибели Михаила Александровича в прессе появлялись заявления возмущенных рабочих о том, что великий князь ходит по городу с тросточкой, посещает рестораны, концерты и, в общем-то, ведет себя с точки зрения революционных масс вызывающих. Поэтому рабочие Мотовиловского завода, сорганизовавшись и переодевшись в солдатские одежды, проникли в гостиницу и вывезли, убили Михаила Александровича и его личного секретаря. Более 70 лет официальным объяснением исчезновения Михаила Романова служил самосуд пермских рабочих. Во всех советских энциклопедиях статьи о нем заканчиваются словами. В 1918 году убит рабочими. Мы проведем собственное расследование по факту похищения Михаила Романова. В нашем распоряжении оказались ранее засекречены материалы Государственного архива и партийного архива Пермского обкома. Но обо всем по порядку. Моложе Николая на 10 лет, Михаил был любимцем отца императора Александра Третьего. После восшествия на престол Николая Второго и до рождения у него сына Алексея, Михаил был официальным наследником престола. Из воспоминаний полковника Мордвинова. По натуре мягкий, хотя и вскличев. Он не любил настаивать на своем мнении, но в поступках, которые считал исполнением своего нравственного долга, проявлял настойчивость. Михаил исправно нес службу. Его военная карьера складывалась успешно. Кроме исполнения государственных обязанностей, он был почетным председателем многих благотворительных и просветительских обществ. Среди великих князей Михаил слыл самым непритязательным. Переломный момент в жизни Михаила Александровича наступил в 1910 году, когда он после двухлетнего романа с Натальей Сергеевной Вульферт, бывшей женой кирасирского офицера, заключил с ней марганатический брак. Это брак, который заключается членом королевской семьи с лицом некоролевского происхождения. Важно подчеркнуть, что брак, тайно заключенный между Михаилом Александровичем и дворянкой Брасовой, а именно так в документах о венчании была обозначена Наталья Сергеевна Вульферт, не признавался русской православной церковью официально. Вместе с тем, он не мог быть расторгнут святейшим синодом и наносил серьезный урон престижу царствующей династии. О тайном венчании Михаила и Натальи в Вене стало известно императору. Николай II запретил Михаилу возвращаться в Россию. С него были сняты высокие звания, наложен арест на имущество. Михаил с женой были вынуждены жить близ Лондона, как частные лица. Однако их сын Георгий, по указу Николая II, был произведен в дворянство с присвоением ему фамилии Брасов. В 1914 году, после начала войны, по настоятельной просьбе матери, Николай разрешил брату вернуться. Опека с его имущества была снята, а жена получила титул графини Брасовой. В годы войны, будучи на фронте в звании генерал-майора, Михаил командовал так называемой Дикой дивизией, которая славилась своей отвагой и дерзостью, а позднее Вторым кавалерийским корпусом. Высокий, физически сильный, он пользовался славой умного и бесстрашного командира. За свои незаурядные способности и мужество Михаил был награжден Георгиевским крестом. В 1915 году русские войска вели тяжелые бои в районе Перемышля. На долю отряда Михаила Александровича выпала серьезная задача – задержать наступавшую немецкую керасирскую дивизию. С задачей Михаил Александрович справился превосходно. За проявленное мужество он был представлен командиром корпуса хана Нахичеванским Георгиевскому кресту. Однако представление Николай Второй оставил без продвижения. Осталось без продвижения представление к награде и во второй раз. И только в третий раз, лишь после того, как за Михаила Александровича вступился командарм 8-й армии генерал Брусилов, Михаил Александрович был награжден Георгиевским крестом.